Вечный огонь символизирует память о погибших предках в Великой Отечественной войне. Поэтому слова кадетского гимна особо торжественно звучат на мемориале Победы. Руководитель учебного заведения напомнил историю кадетского движения, она берет начало в XVIII веке. В те времена были подготовлены великие военачальники, из стен кадетских корпусов вышли и другие выдающиеся личности. Вы, уступив в Уваровский кадетский корпус, должны принять на себя все те традиции, которые были заложены первыми нашими кадетами. История кадетского корпуса начинается с 2006 года. За эти годы традицией стало проведение дня кадетского корпуса. И не только. Традиционным стало принятие кадетской клятвы. Спустя минуту было дано поручение приступить к этой торжественной церемонии. Прилежно учиться, исполнять долг перед Отечеством, строго следовать уставу и служить России. Это основные пункты клятвы. Девизом службы должны стать совесть, благородство, честь и достоинство. Самый волнующий момент завершился. 400 мальчишек из 22 территорий, которые вчера были обычными школьниками, стали кадетами. По словам главы города, корпус становится многонациональным. И именно вы сегодня будете ответственны за то, что вы вынесете из стен вашего корпуса или ненависть, или злобу, или наоборот укрепленную дружбу и понимание того, что мы братские народы и нам делить нечие. Наша задача работать над тем, чтобы мирное небо было над странами, которые и прилегают к нам, да и вообще может быть глобально во всем мире. Потому что российский народ, Россия, она была всегда основоположником мира на земле. На торжестве зачитали приказ о награждении юбилейными медалями героев Афганской войны. В ответном слове они пожелали кадетам хранить чистое мирное небо над головой. Светлана Даровских, Варвара Павлова. Наш город.